Музыка На проходившем в пригороде Парижа, Нантере, чемпионате Европы по регби 13 среди студентов, впервые в истории золотые награды завоевала сборная Украины. Команда, составленная и подготовленная под руководством харьковских тренеров Геннадия Веприка и Артура Мартиросяна, выиграла на чемпионате континента все матчи. Здравствуйте, это «Спортивный интерес», только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Футбол. Металист завоевал де-юре бронзовые медали премьер-лиги. В первой лиге Гелиос снова опустился в зону вылета. Синхронное плавание. Сборная Украины, составленная преимущественно из харьковчанок, покорила Бразилию. Футзал «Локомотив» вышел в финал чемпионата экстра-лиги. Бадминтон. В Харькове состоялся первый в истории школьный чемпионат города. Велоспорт. Успехи харьковчан на треке и в маунтинбайке, а также традиционный велодень. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. Спонсор показу Инвеститина группа DAD Ранее исполнявший обязанности главного тренера-металиста Игорь Рахаев, после окончания сезона и подведения его итогов, был назначен руководством клуба на этот пост на постоянной основе. Рахаев встал у руля команды в конце зимы после ухода Мирона Маркевича и за тур до окончания чемпионата привел ее к бронзовым наградам. А теперь о том, как металист сыграл матч заключительного тура. В заключительном туре украинской футбольной премьер-лиги металист принимал Ворсклу, причем в Киеве. Другая странность. Матч должен был пройти при пустых трибунах, но харьковские болельщики на них все-таки присутствовали. На кону стояло второе место. Потеряя очки Днепр, который свой поединок с донецким металлургом начинал в то же время, у металиста были бы шансы повторить прошлогодний успех. Футбол непредсказуемый, и мы знаем, что Днепр тоже будет бороться, и металлургом несколько, как Полтава тоже, и мы тоже. Поэтому пусть будет победить сильнее. Начало у игры получилось, лучше не придумаешь. Богдан Шуст сбил шедшего один на один Артема Громова в штрафной. Правда, сам же и исправил ошибку, отбив удар с 11 метров от Дениса Дедечка. А в ответной атаке Кристиан Вильягра прострелил на Клейтана Шавьера, и тот открыл счет ударом в дальний угол. Под конец тайма гости могли сравнять счет, но тот же Дедечка угодил мячом в штангу, а набежавший Александр Романчук, что называется, забыл ударить. Судя по всей игре, на поражение мы не наиграли. Обязаны были забивать гол, обязаны были забивать пенальти, а забить пенальти могло бы все повернуться по-другому. Ответный звон каркаса ворот зрители услышали во втором тайме. Это с подачи Артема Радченко пробивал Эдмар. Параллельный матч в Днепропетровске складывался таким образом, что металлисту уже ничего не светило. Знали игроки об этом или нет, достоверно неизвестно. Но счет таким и остался минимальным в пользу харьковчан. 20 числа мы собираемся, 20 июня собираемся в Харькове, провалим там двухнедельный сбор и потом летим в Австрию. Давайте доживем до сборов. Я думаю, покупки будут. Самое главное – это сбалансировать сейчас команду, которая сейчас чуть-чуть у нас, скажем так, не все футболисты травмированы. Надо всех восстановить. И я думаю, что будет усиление. Как уже было сказано, главная интрига последнего тура решилась в Днепропетровске. Со счетом 3-1 Днепр переиграл Метадон и оба остались довольны. Таврия не воспользовалась шансом в игре против Ильичевца. Шахтеры Динамо добыли дежурные и ничего не значащие победы. Черноморец и Карпаты завершили чемпионат мира. В итоговой таблице все осталось как прежде, кроме последнего проходного в Еврокубке места. Метадон в который раз сыграет в Лиге Европы и посмотрим, в каком раунде вылетит теперь. Впервые в истории свои силы в Лиге Чемпионов попробует Днепр. Динамо сыграет в Европе как обладатель Кубка, а Металист как в очередной раз бронзовый призер чемпионата. А перволиговый Гелиус в 28-м туре отправился в Александрию, где его принимала команда УкрАгроком. В самом дебюте Игорь Луценко забил мяч в ворота хозяев, но арбитр усмотрел до того нападение на вратаря. А легитимный гол харьковчанам принес другой стандарт, который ударом головой замкнул Сергей Лобойко. До перерыва «Солнечные» могли удвоить счет, если бы реализовали вот такой двойной момент. А хозяева после перерыва свое забили. Сначала удар «Красавец» удался Виталию Пономарю. На последней минуте основного времени Юрий Соломко отличился после навеса со штрафного. В компенсированные минуты Дмитрий Бровкин установил окончательный счет в пользу УкрАгрокома 3-1. В таблице «Гелиус» опустился на предпоследнее 15-е место. В премьер-лигу вышел Донецкий Олимпик. Александрия – самый вероятный второй претендент на повышение в классе. В Сумах прошел открытый Кубок Украины под «Дзюдо». Харьковские результаты следующие. Артем Харченко выиграл новую старую для себя весовую категорию до 73 кг. Анастасия Шевченко стала серебряным призером в женском весе до 63 кг. Бронзовые медали на счету Антона Улезлова, Артема Гуляева, Александра Мендилы и Татьяны Рыженковой. В польском городе Бельска-Бяло завершился этап Кадетского Кубка Европы под «Дзюдо». В весовой категории до 81 кг Харьков и Украину представлял Сергей Кривчач, выиграв в своей подгруппе все три поединка – два Япона и Вазари. Ученик Государственного училища физической культуры вышел в полуфинал, где только по замечаниям уступил бельгийцу Матиусу Кассе. А в схватке за третье место Кривчач также получил оценку Япон и так победил грузина Давида и Мервишвили. Всего сборная Украины на этом турнире завоевала серебро и три бронзы. Это десятый командный результат. Сборная Украины по синхронному плаванию выступила на открытом чемпионате Бразилии. Приценка к Олимпийским играм в Рио получилась хорошей. Харьковчанка Анна Волошина выиграла обе программы соло – техническую и произвольную. Вместе с другой представительницей Харькова Лолитой Ананасовой первенствовала дважды и в соревнованиях дуэтов. В командных выступлениях нашим девушкам тоже равных не было в обеих номинациях. Помимо этого Анастасия Савчук стала серебряным призером в произвольном соло и в паре с Александрой Кашубой в турнире дуэтов. На чемпионате Бразилии приехали Аргентина, Куба, Перу. И та сборная, которая ближе всех к нам подобралась – это сборная Италии. Сложно сейчас правильно оценить, потому что программы новые, и мы сейчас стараемся на разных открытых чемпионатах их показывать и отрабатывать. И если сравнивать с открытым чемпионатом Франции, который был месяц назад, то мы повезли чуть ли уже не новую программу, потому что все переставляли, пересматривали, и еще не было времени полностью отработать. После чемпионата Бразилии мы снова пересмотрим видео, как мы выступили, и посмотрим, что там менять, возможно, будем дорабатывать. Всегда мы меняем что-то, потому что у нас такой вид спорта, нельзя стоять на месте, нужно только двигаться вперед, что-то менять, совершенствовать. Харьковский боксер Александр Гвоздик в американском городе Фресно провел свой второй бой на профессиональном ринге. Соперником выступил ганец Майкл Гбенга. Полутяжеловесы отработали все положенные регламентом шесть раундов, и ни в одном из них судьи не усомнились в победе украинца. Счет по судейским запискам – 60 на 54. В независимом рейтинге бокс-рек «Гвоздик» своей весовой категории после двух поединков занимает 281 место. В Одессе состоялся четвертый тур мужского ватерпольного чемпионата Украины. В Харьковском дерби со счетом 16-7 слобожанец переиграл НТУ ХПИ и по итогам остальных встреч остался на третьем месте. А первую позицию делят Мариупольский Личовец и Динамо Львов, у которых и количество очков, и разница мячей одинаковые. Политехники замыкают пятерку команд-участниц. Полуфинальные матчи футзальной экстралиги игрались в Черкасах в формате до двух побед. Харьковскому локомотиву противостоял «Ураган» из Ивано-Франковска. Первую встречу по пенальти выиграл «Ураган», вторую в основное время взяли железнодорожники 3-1. В начале второго тайма третьего решающего матча Никита Шпигарь вывел харьковчан вперед дальним ударом. Затем дважды отличился Петр Шатурма, который сначала сравнял счет, а потом вывел «Ураган» в счете на позицию лидера. Действующие чемпионы пошли отыгрываться в пятером и преуспели. Гол на счету Сергея Журбы. Дополнительное время с точки зрения взятий ворот прошло в холостую. А в серии пенальти точность Журбы, Бета, Евгения Серова и Александра Сорокина плюс сейв Дмитрия Литвиненко позволили локомотиву выйти в финал. Там харьковчане сыграют против «Энергии» из Львова, которая тоже в трех играх прошла победителя регулярного чемпионата команду «Янакиевец». Финальную серию баскетбольного чемпионата Украины в высшей лиге руководители решили провести в Киеве. Четвертьфинальный матч «Харьковский авантаж Политехник» играл против дублеров Днепра, которые доставили много хлопот команде Валентина Кулебабы по ходу регулярного сезона. А в отчетной игре Днепр выиграл первую четверть плюс шесть, что и стало причиной дальнейшей уверенной игры днепропетровцев. При этом харьковчане честно сцеплялись за матч до середины четвертого игрового отрезка, но справиться с лучами в составе соперников Александром Мишулой и Станиславом Тимофеенко так и не смогли. В итоге 91-81 в пользу Днепра. У «Политехников» в чемпионате пятое итоговое место. А выиграл турнир «Кировоград», который в финале переиграл «Авангард» из Киева. По статистике сезона капитан харьковского клуба Тимур Рабаджи стал самым результативным. В среднем 22,2 очка за игру. В чешском городе Яблонец на Днисоу волейбольная сборная Украины провела первый тур отборочного турнира на чемпионат Европы следующего года. В группе «Д» подопечные Игоря Зяблицева сначала в четырех партиях проиграли испанцам, потом за то же количество сетов взяли вверх над Норвегией и в заключении опять же со счетом 1-3 уступили хозяевам турнира Чехом. Самым результативным по итогам первой квалификации в нашей сборной стал диагональный Александр Стаценко – 86 очков за три игры. Как итог – третье место, а нужно второе. За него-то украинская сборная и поборется во второй квалификации, которая на этой неделе пройдет в Испании. На площадках парка имени Горького состоялся открытый чемпионат города по пляжному волейболу среди юношей. Ребята получили возможность не только сыграть в любимую игру в хороших условиях, но и получить первый разряд. Это касается, конечно, призеров. Соревновались в двух возрастных категориях до 15 и 17 лет. Несмотря на специфику именно пляжного волейбола и юный возраст участников, желающих побороться за награды собралось более чем достаточно. Команд очень много, даже больше, чем рассчитывали. Девочек 24-28 команд, соответственно, по возрастам мальчиков чуть поменьше, 16-13 команд. Поэтому будет хорошее соревнование. Должны быть приехали команды из Днепропетровска, Сум, Собласти, Двуречная, Первомайская. В старшем возрасте у юношей победили воспитанники харьковского локомотива Кучер и Полуян. У девушек Петренко и Юферова из Днепропетровска. Среди младших юношей перенствовали ученики Харьковского государственного училища физической культуры Мартиросян и Жуков. У девушек в этой категории победила пара из Николаева – Завтун Ахримчук. На бадминтонном турнире серии «Интернешнл», который принимал славянский город Медвод, успешнее всех из харьковской делегации выступила пара Дарья Самарчанц и Елизавета Жаркая. Они заняли третье место. Остальные зачехлили ракетки на стадии 1-8 финала. Это Анна Михалькова, Артем Почтарев и Микст. Кирилл Нестеренко, Марина Ильинская. По возвращению Дарья Самарчанц и компания из игроков переквалифицировались в суде из школьной лиги Харькова по бадминтону. Такие соревнования в городе проводятся впервые. Причем обслуживали матчи действующие мастера-бадминтонисты. Получилось, как в анекдоте. Не знаю, кто там играет на площадке, но судит их сам Валерий Атращенков. Первую игру я вышел, я вообще начал с объяснения вообще, где стоять и куда надо бить. Это своего рода веселое провождение времени вне школы. То есть, ну, я думаю, ребятам нравится. Хотелось бы, чтобы им побольше таких было соревнований не только в бадминтоне, но и в других видах спорта. В течение недели 582 учащихся из 140 школ города боролись за право выйти в финальную стадию Харьковской школьной бадминтонной лиги. В итоге 9 команд победителей с районных соревнований сразились за главный кубок. Турнир проходил в два этапа. На первом команды разбились на три подгруппы и по круговой системе определили сильнейших. После чего победившие, опять же по групповой системе, определили самых лучших. За всем этим процессом внимательно наблюдали тренеры. Подходят многие преподаватели физоспитания, которые, ну, в силу тех или иных причин не знали, что это можно, как это можно, интересуются, там, и уже хотят делать какие-то площадки. И мы уверены, что это найдет отклик в школах. Однозначным фаворитом турнира сразу же стала команда 133-го лицея искусств Киевского района. За нее выступает 15-летняя мастер спорта Украины, победительница национальных и международных турниров, двукратная вице-чемпионка Европы по этому возрасту Марина Ильинская. Ребята из этой команды по ходу турнира не проиграли ни одного матча и потому заслуженно стали первыми победителями школьной лиги Харькова. На втором месте 109-я школа Дзержинского района, бронза у 46-й гимназии, это Коминтерновский район. Конечно, приятно, что этот спорт стал популяризироваться в нашем городе, в нашей стране. Надеюсь, что им будет заниматься большее количество людей. Ну, именно в моем районе нету спортсменов, которые могли бы мне доставить конкуренцию. Это в основном в других районах, в которых эти спортсмены занимаются на наших клубах. Турнир состоялся при поддержке благотворительного фонда Константина Кондакова. Стадион Олимпийский в Киеве впервые за много лет принял соревнования по легкой атлетике. Это был юношеский чемпионат Украины. Немного подкачала погода, по мокрым дорожкам бежать и разгоняться сложно. Но сам факт открытия легендарной арены для чего-то помимо футбола вызывает восхищение. Что касается харьковских результатов, то похвастать есть чем, несмотря на отсутствие золотых медалей. В секторе для тройного прыжка в предпоследней пятой попытке Павел Безнес улетел на 15.54 и одновременно в Баку, на европейский фестиваль по этому виду спорта, где и пройдет отбор на Олимпийские игры в Нанкине. Второе место вслед за дончанином Александром Малосиловым воспитаннику Аллы Курочки это позволило. Аналогичного успеха добилась подопечная Надежды и Валерия Бодровых, Алена Маляренко. В беге на 100 метров с барьерами она финишировала второй следом за Анастасией Сухоцкой из Житомира. Но показанные 13.96 это во-первых билет в Баку, во-вторых кандидатский норматив, который у Алены уже был, но на зимней дистанции 60 метров. Кстати, третьей в этом же финальном забеге стала еще одна харьковчанка Екатерина Шелковникова, а вот она КМС выполнила впервые. Время 14.66. В эстафете Маляренко, Дарья Вдовиченко, Валерия Галеева и Ева Подгородецкая заняли также второе место. Кроме того, Подгородецкая, которой только 12 лет, выиграла серебро в прыжках в длину. Результат ученицы Марины и Алексея Мельченко 5.57. Впервые набрала кандидатскую сумму в Семиборье Ирина Рафе-Бикетова 4853 и второе место. При этом в коронной высоте воспитанница Валентина Исправниковой взяла метр 74. Это очень хорошо. Еще одно серебро для Харькова в секторе для прыжков с шестом завоевал Тарас Шевцов. В толкании ядра третье место у Маргариты Лукашенко со скромным, как для нее показателем, 14 метров 80 сантиметров. На юношеских 110 с барьерами Роман Супрун пересек финишную черту третьим. Екатерина Примак метнула килограммовый диск на 40 метров 34 сантиметра. Тоже бронзовый результат. В командном зачете Харьковская область снова-таки третья вслед за Днепропетровской и Киевской. А в Славутиче Киевской области завершился юношеский чемпионат Украины по тяжелой атлетике. Здесь у нас целых семь золотых наград. Их обладателями среди девушек стали Нина Нестеренко, Екатерина Балабанова, Татьяна Левшина и Валентина Кисиль. Среди юношей это Антон Марущак, Эрик Габибов и Николай Власенко. С серебряной наградой в Харьков вернулась Карина Пшенакова. Бронза на счету Константина Орленко. В командном зачете и юношеском, и девичьем сборная Харьковской области оказалась на втором месте. И в завершение легкоатлетической темы. Харьковчанка Татьяна Кузубова здорово пробежала 10 километров в польском городе Гнезно. Преодолев дистанцию ровно за 35 минут, подопечная Нины Коняхиной заняла второе место. От победительницы Агнешки Мерзиевской из Польши Кузубова отстала всего на 7 секунд. В продолжении дела велоспортивные. Во Львове состоялся чемпионат Украины по велоспорту на треке. Представители Харькова выступили там с максимальной эффективностью. Выступавшая по взрослым Елена Старикова перенствовала в личном и командном спринте. В последнем случае вместе с Валерией Зализной. В Кейрине Старикова заняла второе место, в групповой гонке – третье. Среди мужчин в командном спринте Андрей Вареница также стал золотым призером, а в личном – бронзовым. Кейрин Вареница тоже выиграл. Среди юниоров снова отличился Александр Мощенский, который стал лучшим как в обычной групповой гонке, так и в гонке с выбыванием. В скрече у него второе место. Кроме того, Виктория Бондарь вместе с Дончанкой Валерией Кононенко стали серебряными в командном спринте. Готовили спортсменов к победам тренеры Сергей Тилицын, Елена Голубева, Мария Зарванская и Антон Овсяников. Харьковские маунтинбайкеры из клуба «Рома» на неделе посоревновались в чешском Бедричеве. Погода внесла коррективы в тактику гонки, но не в намерение харьковчан побеждать. В дисциплине «Иллюминатор» среди женщин третье место заняла Ирина Попова. Дарья Ткачева стала четвертой среди юниорок, а Евгений Ласкин в той же возрастной категории – 14-м. На следующий день гонщики соревновались в формате кросс-кантри, после дождя и при 8-градусной температуре воздуха. Круг был техничным, но на мокрой трассе некоторые участки приходилось одолевать бегом, в том числе по горной речке, глубина которой в некоторых местах была выше колена. Как следствие, у юниорок Ткачева снова финишировала четвертой, а Владислав Низицкий – восьмым. Та же финишная позиция в женском зачете была у Поповой. В Харькове состоялся очередной девятый по счету «Велодень». В нем приняли участие около пяти тысяч спортсменов. Не рекорд, но тоже внушительная цифра. На сей раз девиз придумывать не нужно было, его подсказала сама жизнь. Мир, дружба, единство страны. Как обычно, целью акции было сотрудничество с городскими властями на предмет улучшения Харьковской велосипедной инфраструктуры. Правда, за девять лет проведения мероприятия в этом смысле мало что меняется. Впрочем, у нынешнего «Велодня» нашлись и свои особенности. У нас есть немножко традиционных конкурсов. У нас есть мастер-класс «Красного креста» по указанию первой помощи. У нас есть велофигурка, соревнования по фигурному вождению велосипеда. У нас есть пьяный велосипед. Пьяный велосипед – это хитрый велосипед, который рулит в одну сторону, едет в другую. То есть он нарушает все понятия вестибулярного аппарата о том, как нужно двигаться. Участники «Велодня» стартовали от памятника Харьку, доехали до улицы 23 августа, развернулись и финишировали на площади Свободы. В Белой Церкви Киевской области прошел Кубок Украины по шашкам. В классической игре первенствовали харьковчане Максим Абелец и Юлия Макаренкова. В молниеносном формате лучшей стала Лидия Алексеенко. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова